Мерседес Вито выпускается вот уже 6 лет, но обновление немцы решили проводить поэтапно. В прошлом году модель получила свежую линейку моторов, а также расширенный набор электронных ассистентов. Теперь настало время пусть для небольшого, но рестайлинга. Обновление вышло точечным. Снаружи изменился рисунок решетки радиатора, а в салоне внимательный взгляд пометят лишь иные дефлекторы вентиляции, да и новую обивку кресел. Медиасистема ожидаемо сменила поколение. Ее отличают 7-дюймовый тачскрин и множество дополнительных функций. В зеркале заднего вида отныне прописался широкоформатный дисплей. Для пассажирских и грузопассажирских версий Вито стал доступен мощный 2-литровый дизель, с которым состыкован 9-ступенчатый автомат. С этими агрегатами микроавтобус выезжает из 8 секунд до сотни, а максимальная скорость превышает 200 км в час. Для быстрой модификации можно заказать пневматическую подвеску Airmatic. На скоростях до 30 км в час она готова увеличить дорожный просвет на 3,5 см, а при движении быстрее сотни наоборот на сантиметр приблизить машину к дороге. Для задней и полноприводных модификаций теперь предлагается 9-ступенчатая автоматическая коробка вместо 7-ступенчатой. Заметное техническое обновление также затронуло электрический микроавтобус и Вито. Ему достался аккумулятор вдвое большей емкости, а также более мощный электромотор. В смешанном режиме город-за-город электромобиль может проехать свыше 400 км. В Европе обновленные Вито начнут продавать уже через пару недель, хотя электроверсию европейцам придется подождать до лета. Дата начала российских продаж пока не названа.